Чтобы не ждать каждый день приезда националистов в крымские города, стала очевидной необходимость взять под контроль границу Крыма с Украиной. На Перекопский перешеек, переходы Чангар и Турецкий вал первыми выдвинулись те, кто лучше всех был знаком с бандеровцами – бойцы Беркута. Дома, в отличие от Майдана, им никто не мешал подготовить встречу старых знакомых правильно. С точки зрения инженерных заграждений мы сделали там все грамотно, красиво. И сигнальные мины, и растяжки всевозможные, и минные поля какие-то, чтобы никто не прорвался. Одна беда – бойцов севастопольского Беркута было слишком мало. Всего 24 человека на всех переходах, включая командира Сергея Колбина. А напротив, с украинской стороны, правый сектор уже стянул кулак в несколько сотен боевиков. Насысты сказали, или будет Крым или наш, и не будет ничьей. Всех не согласных, мы не будем с ними разбираться, то есть мы их просто уничтожим. Из Херсонской области звонили коллеги-офицеры. Ребята, бандеровцы будут на вас нападать сегодня или завтра. Беркут готовился к худшему. Наши ребята приняли такое решение, говорит, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И вдруг, неожиданно, с тыла прибыли колонны автобусов, из которых стали деловито разгружаться и сразу строятся серьезные крепкие мужики. Это были реестровые казаки кубанского казачьего войска. Приехали с гармошкой к полевой кухне. Когда мы пришли в ночь 28 февраля, на турецком валу было 11 человек Беркута, на перекопе 6 человек сотрудников Беркута, и вот здесь, как раз на Чангаре, было 7 человек сотрудников Беркута. Если было нападение на блокпост или наступление какого-нибудь со стороны боевиков, я вам скажу, они бы их смяли. Не потому, что они не храбрые, а потому, что их было мало. И вот когда мы прибыли, масса казаков, я вам скажу, пыл мы их остудили. Поначалу с той стороны границы мощное подкрепление приняли за регулярные российские войска, пока в один из вечеров казаки не достали гармонь. Ну, народ такой широкий, душевно. Любит работать и повоевать, отдохнуть красиво. Они работали очень дисциплинированно, слаженно, и относились очень ответственно к своему делу. Потом они работали вместе с местными ребятами, вместе с местными мужиками, с местной дружиной, с ополченцами. Собственно говоря, это была одна семья в этом смысле. По воле сердца и по зову души туда люди шли. После майдановских событий пошли многочисленные просьбы казаков именно Крыма и русскоязычного населения, ну, родственники, по-видимому, и так далее, что могут со стороны Украины сюда зайти бендеринцы. Казаки совещались на своих сходах и приняли решение обращаться к атаману войска, чтобы выдвинуться сюда. Атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда принял решение выдвигаться почти сразу. 27 февраля добровольцы на пароме уже прибыли в Керчь. Но тут стало ясно. Киев приказал местным властям сделать все, чтобы сотни крепких россиян не могли получить ни жилье, ни транспорт. Казаки остались на улице под февральским дождем и ветром и пошли помолиться в храм Андрея Первозванного. Неожиданно именно здесь и нашли убежище. Они были очень уставшие, и необходимо было где-то хоть немножечко отдохнуть. У нас полы теплые в храме, милости Божьей, как так получилось, придумать и сделали. Хорошо нагрели этот теплый пол, ночевали прямо здесь, отдыхали. Досоединяться в стенородие населяющие в одну семью. Так из храма Андрея Первозванного сотни кубанских казаков и отправлялись защищать границы Крыма. На Перекоп, в Чангар и на Турецкий вал. Эти первые люди, которые успели переправиться, заняли позиции именно здесь. Где мы сейчас находимся? 450 казаков прибыли на передний край, на границу Республики Крым с Украиной. Подготовили окопы в инженерном отношении и фактически с обеда 1 марта и до 18 марта выполняли задачу по недопущению проникновения именно бойцов правого сектора на территорию Республику Крым. Казаки разбили на всех пограничных переходах настоящие лагеря. Уже скоро выяснилось, что снабжение продовольствием не требуется. Продукты в полевые кухни пошли рекой. Людская благодарность была безгранична, бабушки на колени становились. Просили, только не уезжайте. И, знаете, это дорогого стоило. Приносили борщ в трехлитровых банках, кормили казаков. Тем временем националисты, которые, увидев казачьи подкрепления, не стали прорывать границу Крыма, от планов своих не отказались. Они запросили у Киева подкрепление для себя. И власть прислала армию. Подошла большая колонна из бронированной техники, непосредственно спецназ Украины, была остановка «Град» и минометы 800-мм. Со стороны Украины подходили «Грады». Была информация такая. Да, мы зафиксировали это средствами воздушной разведки. Подошли, они подогнали туда систему залпного огня. Мы вынуждены были поставить наши системы, которые в случае каких-то действий со стороны, ну, при первом залпе мы бы их уничтожили. Российская армия обгоняет нас ровно на один шаг, сетовали в те дни в Верховной Раде украинские военачальники. Действительно, как только Киев подогнал к границе с Крымом тяжелую технику, за спинами «Беркута» и «Казаков» военной техники было уже гораздо больше. А скажите, Сергей Горгиевич, грозила ли опасность Крыму с точки зрения реальной военной провокации, ну, под тип того, что было в 2008 году там в Южной Осетии? Вы знаете, да. Когда появились первые военные произведения, срочно выдвинулся «Беркут» на два перешейка и перекоп, встали, закрыли там границу и начали смотреть за всем этим. Но самое главное, что с той стороны были стянуты силы, которые предполагали, видимо, зайти и начать вот то, что сейчас происходит на востоке Украины. Мы опередили их буквально на 6-8 часов. Украинцев опередили? Да. Мы опередили тех людей, которые должны были занять въезды в Крым, то есть Турецкий УАУ, пост «Крым-Титан» и «Чингар». Второй срыв наступления заставил украинских националистов сменить тактику. Крым было решено взорвать изнутри. Из Киева стали организованно переправлять все, что могло превратить полуостров в новый Майдан. Биты, заточки, щиты, каски и, разумеется, оружие. Один раз это «Газель», которую вынуждены были фактически очередями из автоматов остановить. Били по колесам. Почему? Потому что она рванула между блоками и попыталась скрыться в сторону Армянска. Когда остановили, подошли, начали разбираться, почему это произошло. Оказалось, там три гранатомета, порядка 24 гранат, 12 цинков с боеприпасами. 10 марта через блок «Пост» на Турецком валу, объехав ежи и бетонные блоки, в сторону Крыма пошел на прорыв украинский военный Урал. В это время Олег проверял дежурные смены. Не задумываясь, тут же прыгнул в свой автомобиль и выставил его для блокирования грузовика. В кабине грузовика из Киева обнаружили несколько стволов и патроны. Олега Горшкова, ветерана войны в Афганистане, представили к награде. Сыграл его боевой опыт, я так думаю. Вот почему? Потому что в таких экстремальных ситуациях, секунды буквально, и человек понимал, что он должен остановить любой ценой. За бои в Кандагаре Олег Горшков получил орден Красной Звезды, а на Турецкий вал пришел с первых дней просто помочь Беркуту и казакам. Сыночек мой. Медаль за возвращение Крыма получала мать Олега Горшкова. Подставив в свою машину под несущийся украинский грузовик, ее сын чудом выжил, но потом не выдержало сердце. Мы хотели помочь и помогли жителям Крыма, чтобы здесь был порядок и всегда было спокойно, потому что Крым – это Россия. Редактор субтитров А.Семкин